На улице Михайловской жилой дом вот-вот может провалиться под землю после ливня. В том числе и по вине коммунальных служб. Накануне во дворе заменили канализационные трубы, однако те дали течь. В результате здание подтопило, оно начало просаживаться, а на стенах появились плесень, грибок и трещины. Коммунальщики на обращение людей не реагируют. Александр показывает свою квартиру. На стенах множество мелких трещин, а вот это, что на потолке, значительно увеличилось в размерах после недавнего дождя. На откосах тоже дыры, просели подоконники. Местные винят в этом ЖКС Хмельницкий. Все началось с труб. Они взяли трубу, больший диаметром всунули. Сначала разобрали эту старую трубу, оно где-то, наверное, недели две текло, ручейком водичка себе нашла место. Все опять намокло. Вся земля намокла, моя стенка намокла полностью. До потолка. Коммунальщики меняли трубы два месяца назад. Разрытую яму засыпали песком и землей. Однако, казалось бы, новые коммуникации дали течь. Ясное дело, местные недовольны. Каждый день выходишь нормальной обуви на работу. И выходишь потом до работы очень грязной обуви. Конкретно буквально вот так. Ну и дети ходят, животные ходят, все грязные ходят. Это же просто нарушение бытовых и санитарных условий жизни людей. Но это не самое страшное. Вода просочилась в подвал. Из-за сырости образовались грибок и плесень. Повымывала вот эти вот швы. Вот я позаделывал как бы раствором. Думаю, чтоб оно вообще не повы... Ну, камни не выперло. Ну, вот смотрите, видите? Вода стоит на стенах. Вот. Ну, вода везде. Квартира Александра находится на первом этаже. Мужчина боится, что пол может обвалиться в подвал вместе с ним. Квартира продолжает проседать. Второй этаж здания тоже начал просаживаться. Кирпичи на одной из стен расходятся. С каждым дождем на стенах этого дома появляется все больше трещин. А те, которые есть, становятся еще шире. Некоторые достигают таких размеров, что в них буквально можно просунуть руку. Жильцы говорят, ЖКС ремонтировать дом не обещает. На обращение коммунальщики отделываются отписками. Если дом не начнут восстанавливать, он может просто уйти под землю.